Так выглядел день 16 марта в городе Рени. Несмотря на карантин, на закрытие школ и детских садов дети и молодежь активно общались друг с другом на игровых площадках, в парке, просто на улице. Как организовать карантин для школьников пошла речь в нашем интервью с начальником отдела образования Ренийской райгосадминистрации. Владимир Иванович, мы видим на улицах, что дети гуляют, молодежь ходит группами, обнимаются, целуются на детских площадках, развлекаются, но школы закрыты, а молодежь продолжает общаться. Как быть? Здесь, конечно, зависит много от родителей. Родители даже понимают, что ситуация очень серьезная, ситуация очень сложная, и то, что сегодня у нас пока не зафиксирована эта болезнь, это не означает, что можно, так сказать, спустя рукава к этому относиться, потому что опыт даже развитых европейских стран показал, что вот такое беспечное отношение вначале привело к таким серьезным вспышкам. Сегодня состоялось совещание с директорами школ, и речь шла в частности об организации онлайн-обучения. Задача поставлена перед всеми учебными заведениями – организация дистанционного обучения с учащимися школ. Каждая школа имеет свою методику. Прежде всего, такие задания будут даваться согласно расписанию уроков по дням. В принципе, сегодня каждый ученик имеет и компьютер, и телефон, и интернет, и так далее. Сегодня нам показал хороший опыт Нагоринская школа. Они сегодня с утречка, согласно расписанию уроков, дали задания детям в Вайбере, и дети тут же выполняют эти задания, в Вайбере эти задания дают учителям, которые проверяют. Департамент образования предлагает использовать систему онлайн-уроков оригинального проекта «Вчитель плюс», которые размещены на сайте дистанционного центра Решилевского лицея. Мы понимаем, что сегодня в непростых условиях будут, прежде всего, учащиеся 11 классов, которые уже 21 мая должны будут сдавать внешнее тестирование по математике, и поэтому занятия у них будут идти практически до 20 мая. В непростых условиях будут и выпускники 9 классов, которых тоже сразу после 29 мая начинается державная подсумковая тестация. Как рассказал главный учитель района, рассматривается вопрос о продлении в этом году учебного года. Мы планируем отработать вот эти две недели в июне месяце, то есть продлить учебный процесс параллельно с работой пришкольных лагерей. Но это планируем мы. Как будет дальше, какие будут указания, какие будут рекомендации, мы посмотрим дальше. Полная версия интервью будет опубликована в ближайшем номере газеты «Ренийский вестник».